Сетас оказался довольно интересным эпик дамагером, но достаточно неоднозначным. Как же его использовать, во что одеть и какой отряд ему подобрать? Давайте с вами разбираться. Начнём с его автоатак. Интересует нас только заряженный выстрел. Полностью заряженный, до второго уровня, когда он преобразуется в пронзающий тень и выстрел. Сопровождается это появлением светящегося эффекта у наконечника стрелы и вертикальным положением лука в руках. Пока пронзающий тень и выстрел активен, Сетас не может передвигаться, а урон этого выстрела будет в разы сильнее, эскалируясь и от силы атаки, и от мастерства стихий. Но как пользоваться этим выстрелом, если он так долго заряжается? Тут поможет первая пассивка, которая открывается на 20 уровне при возвышении, наделяя Сетаса уникальной механикой. С этой пассивкой, когда энергия Сетаса более 20 единиц, пронзающий тень и выстрел будет заряжен за считанные доли секунды, и так уже выглядит поинтереснее. Но чтобы продолжить, стоит глянуть остальные способности. Элементальный навык при активации позволяет немного отпрыгнуть назад, нанеся при этом электроурон и сгенерировав немного сфер энергии. Плюс, когда урон от навыка прокает реакцию, связанную с электроэлементом, Сетас получает на 12 единиц энергии больше. Особого смысла короновать элементальный навык нет, с его прокачкой растет лишь урон, и то не сильно. Да и сам урон скалируется от силы атаки, что для Сетаса слабовато. Его ульта при активации не наносит урон, а вводит в состояние сумрачной медитации, конвертируя его выстрелы в болты сумрака. Их урон тоже считается уроном заряженных выстрелов, и скалируется он только от мастерства стихий. Если хотите получить максимум от ульты, придется скипать анимацию перед последним выстрелом, потому что он долго разгоняется, а по урону не отличается от первых, гораздо более быстрых. Скипнуть анимацию можно прыжком или спринтом, активированным в нужный момент, после первой пачки выстрелов. Но зачем вообще ульта Сетасу? Давайте вернемся к его заряженным выстрелам, и глянем на пассивку, которая открывается на 60 уровне при возвышении. Дополнительные 700% от мастерства стихий на урон пронзающих тени выстрелов. Кто забыл, это те самые заряженные прицельные выстрелы. И все, что усиливает их, в том числе и эта пассивка, не оказывает влияния на болты сумрака. Те самые выстрелы, которые под ультой. Но я не рассказал самого главного. Для быстрой зарядки одного пронзающего тени выстрела нужно 20 энергий. А после выстрела эта энергия расходуется. Учитывая, что ульта Сетаса требует 60 энергии, этого хватит на 3 быстрых заряженных выстрела. И тогда он остается без ульты. Но пассивка усиливает мастерством 4 выстрела, после чего уходит на 10 секунд перезарядки. Ее наличие отображается символом песочных часов около Сетаса. И когда они пропадают, значит вы израсходовали все 4 заряда. Либо прошло 5 секунд с момента первого попадания пронзающим тени выстрелом. Теперь, зная устройство его способностей, как же использовать Сетаса. Есть вариант играть его чисто на ульте, используя заряженные выстрелы иногда, чтобы сливать излишки энергии. Фишель для Сетаса главный саппорт. Качает она много энергии. Я пробовал заменить на электро ГГ, но с Фишель всё равно было эффективней. Ульта Сетаса откатывается быстро и можно по кругу повторять ротацию, прожимая ульту раз за разом. Иногда откидывая пронзающие тени выстрелы. Это самый простой способ его использования. Стиль кидателя болтов. Другой вариант. Начать ротацию Сетаса с ульты. Наяривать, пока не кончится ее действие. А потом обновить некоторые кнопки саппортов и выдать 4 пронзающих тени выстрела. Чтобы повесить пассивку Сетаса 60-го плюс уровня на перезарядку. Далее обновить кнопки саппортов, за это время докачается энергия в ульту Сетаса. И можно будет снова прожать ульту и повторить всю ротацию по кругу. Тут, если бы босс не откинулся, энергии бы хватило на прожим ульты Сетаса и повторения ротации. Но такой способ игры за него сложный. Надо учитывать все тайминги и способности каждого персонажа в отряде. И такой стиль игры больше подходит для обезнанутых минмаксеров. Ну и третий вариант игры за Сетаса. Не совсем соколиный глаз. Чисто на заряженных выстрелах. В теории так можно играть, если в отряде нет адекватной подкачки энергии, которой в итоге не хватит на ульту. Но такой стиль игры полная фигня. Лучше использовать первый вариант на ульте и периодическом отстреле пронзающих тени выстрелов. Ну и пока я это тестил, пришел к еще одному выводу. Самый лучший состав под Сетаса это фишель и два дендроперсонажа. Во-первых, дендрорезонанс это мастерство стихии. Во-вторых, фишель это куча энергии плюс энергия с электрорезонанса. В этом отряде вместо Нахиды можно взять для начала дендропутешественника, а вместо Керары Яо-Яо или Байджу. Смотря на этот урон, учитывайте, что Сетас еще не докачан, и я пока не активировал ему созвездие. И тут стоит, наверное, вернуться к третьему варианту игры за Сетаса. Не совсем соколиный глаз. Он отлично подходит для поручений и зачистки открытого мира. Просто стреляем пронзающими тени выстрелами, и обычно для очередной пачки вражин этого будет достаточно. В плане созвездий, обзавестись первыми тремя, самое оптимальное вложение. Остальные три не дадут существенного усиления, так что целенаправленно их крутить, растрачивая примагемы, не советую. По артефактам на Сетаса, набор ансамбля и точка, потому что даже болты под ультой считаются заряженными выстрелами. По основным статам часы ищем с мастерством стихий, кубок бонуса электроурона и шапка тоже мастерство стихий. Я сравнил урон без реакции с шапкой на крит урон, и выстрел нанёс меньше, хотя казалось бы разница в 40% крит урона. Но получается, 187 мастерства приоритетнее, чем дополнительный крит урон. По второстепенным статам идеальный артефакт будет с критами, мастерством и восстановлением энергии. В плане оружия, всякие аквы, луки, амоса, полярные звёзды, это не для Сетаса. Охотничья тропа, сигна тигнари, один из лучших вариантов. Но получить его сейчас трудно, появляется в баннерах этот лук редко. Поэтому забираем бесплатный лук за ивент, который проходит сейчас в игре, и наслаждаемся. Для тех, кто из будущего и пропустил этот лук, но обладает одой анемонией, можно бегать с ним. Но кто-то из вас наверняка спросил, почему же всё-таки не лук амоса? Да всё просто, вот сравнение оды и амоса при абсолютно одинаковых статах. Конечно, урона чуточку больше у амоса, но его сила атаки не усиливает урон под ультой Сетаса, там скейлы чисто от мастерства. И с новым бесплатным луком за ивент, урон выстрелов Сетаса будет ещё выше, чем с амосом. А я думал, кому он нафиг нужен? Оказалось, вот оно как. Только тут возникает вопрос, а где с ним тогда брать криты? Придётся шапку одевать на крит шанс. Либо берём рогатку, трёхзвёздочный лук, который есть у всех в огромных количествах. С ним в руках урон выстрелов Сетаса примерно как с амосом второй пробуды. Ну и нафига ему ещё что-то? А одевать рогатку или новый лук за ивент зависит от ваших артефактов. Если есть шапка на крит шанс из ансамбля, берём лук за ивент. А когда есть хорошая шапка на мастерство, берём рогатку или в будущем сигнатурку тигнаря. По итогу Сетас оказался необычным дамагером и довольно сложным в освоении. К очень многим его механикам стоит привыкнуть. А при полной прокачке с тремя созвездиями вы часто будете видеть по 50-70 тысяч урона с одного заряженного выстрела. По дендро статусам. Так что Сетас достойный эпик дамагер, который заслуживает прокачки, если на аккаунте есть фишль. Ну а теперь халявную луну за прошлый гайд на Кларинду забирает Эта Дэфи. Чтобы принять участие в раздаче, пишем в комментарии свой ид из игры и в следующем видосе мы узнаем, кто луну забрал. Ну а где я покупаю луну вы все прекрасно знаете. На геншин дроп конечно же. Больше года стабильной работы вопреки всем налетевшим на сайт хейтерам. Вводишь свой ид из игры, оплачиваешь и получаешь гемы. Все просто и никакого скама. А еще там тоже постоянно проводят халявные раздачи. Заходи и участвуй по ссылке в описании. Па-кеда! Субтитры сделал DimaTorzok